Многие начинающие инвесторы говорят, ну хорошо, вот открою я брокерский счет, вот дал ты мне эту свою табличку стратегии накопления, а куда же вкладывать, чтобы получать вот эти самые 15% годовых? Рассказываю. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, но сейчас я хочу показать вам просто инструменты, которые дали мне 20% за год, и они консервативны, доступны абсолютно всем неопытным инвесторам. Это автокол. Что такое автокол? Это, в принципе, нота на корзину с 4 акций, про которые я рассказывал. Я говорил, вот, блин, хорошая штука, там 20% дает, я вот ее куплю себе, и я приобрел себе 2 автокола в этот самый-самый непростой год. Смотрите, в чем суть. Ну, суть в том, что берется какие-то 4 актива, если все 4 актива выросли относительно первоначальной цены, то автокол закрывается и выплачивается в виде купона вот эти 20% годовых. То есть, 20 делим на 12, получается, что-то 1,6% что ли процента в месяц. В месяц. И самая большая проблема у меня возникала с этими автоколами в том, что они слишком быстро закрывались. 20% годовых очень привлекательно. Они слишком быстро закрывались. Приходилось перекладываться в новый автокол. И я так вот, ну, делал постоянно. С одной стороны, это плохо, потому что, ну, приходится заморачиваться, перекладываться. А с другой стороны, это хорошо, потому что я могу туда вложить уже, ну, скажем, вот 100 тысяч вложил, получил. Через месяц 100 тысяч назад он закрылся. И 1600, например, получил купона. Ну, я уже могу следующий структурный продукт открыть на 101 тысячу 600 рублей. Что я и сделал, собственно говоря. Вот, то есть, здесь возможна капитализация. То есть, и так хорошо, и так хорошо. И я, в принципе, думаю, блин, ну, единственное опасение в том, что, ну, не будет такого выгодного автокола на 20%. Поэтому я вложил в начале вот этого непростого года. В конце января, 21 января, я открыл, у меня закрылись два очередных автокола. И было уже понятно, что будет кризис, потому что уже, ну, в середине января уже был там коронавирус. И начались уже закрытия границ и остановка все-все-все, всего и вся. Поэтому, ну, стало, опасения уже были, что будет кризис. И я думаю, ну, хорошо, может быть, акции упадут. И тогда автокол не сразу закроется. А если акция, самая худшая акция падает не более чем на 15%, то выплачивается купон и до следующего периода ежемесячного наблюдения. И вот что произошло, смотрите. Вот я взял автокол на корзину из четырех акций. Алроса, Моэкс, это Мосбиржа, НЛМК, Новолипецкий металлургический комбинат и Сбербанк, привилегированные акции. Ну, как вы понимаете, все эти компании достаточно надежные, достаточно стабильные. Вот, и они не должны упасть, но кризис. И поэтому, значит, смотрите, все компании дружно пошли вниз. В феврале, вот первый период наблюдения в феврале, что у меня все акции упали, а я получил прибыль 1600 рублей. Мне было начислено купон по этой ноте. Дальше все акции дружненько так свалились. Это был март месяц, да, помните, да, в марте месяце все грохнулось. Дружно свалились. Что произошло? Я не получил купон и до следующего периода наблюдения. А купон с памятью, он запоминается. Вот посмотрите, вот он запомнился вот здесь. Что произошло через месяц в апреле? Ну, две компании выросли. Какие это компании? Ну, Мосбиржа выросла, потому что люди открывают счета. И вторая компания какая? Зелененькая. НЛМК вырос. Не знаю почему. Но Сбербанк и Алроса не выросли. Самое худшее в этом Алроса. Поэтому здесь я тоже ничего не получил. И просто был отложенный купон. Также я не получил и на третий месяц, и на четвертый, и на пятый, и на шестой, и на седьмой месяц, и на восьмой месяц. Вот здесь, посмотрите, уже совсем чуть-чуть было. Вот совсем вот чуть-чуть. Но не получил тоже. Но зато наступил вот этот месяц. И здесь я получил купон за этот месяц. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть я получил сразу девять купонов. Больше десяти тысяч рублей было зачислено на мой счет. Но я их просто взял, перевел на другой счет. Поэтому сейчас они все были получены. Теперь посмотрите, что сейчас происходит. 21 января, напоминаю, этого года я закрыл этот структурный продукт на один год. То есть 21 января, вот он, 2021 года, то есть через месяц, в любом случае закрывается. В любом случае закрывается. И по результатам этого закрытия, если хотя бы одна акция за год оказалась ниже, чем в начале этого, на 15%, тогда я получаю акции этой компании. Компании, напоминаю, Алроса, Алмазы России, да? Московская биржа, НЛМК и Сбербанк. Ну ничего не угрожает. То есть это самый худший вариант. Это получить акции этой компании по первоначальной цене, при текущей цене вот такой. Вот. Но если они упали, если самая худшая акция вот в этом диапазоне находится, то я получаю просто все свои деньги назад и очередной купон. И очередной купон. То есть это самый лучший вариант, там 20% годовых и все свои деньги назад. Все. То есть акция упала, скажем, все акции упали на 14%, я получаю доход 20% годовых. Понимаете, да? Но инфляция, акции растут. И вот сейчас вы видите раз, два, три, четыре. Все эти четыре продукта красненьким. Что это значит? Это значит, что все они выше, чем верхний период наблюдения. То есть не дотянет эта нота и отзовется по автоколу. Вот. Ну один месяц всего. То есть 20% за год я получу. Ну не за год, а за 11 месяцев. Ну вот видно, что здесь вот. Вот он вот нижняя граница, верхняя граница. И все четыре акции выше верхней границы. Но вот он Сбербанк. Он немножечко вниз смотрит. Ну, вряд ли он пересчет эту границу. А что там еще? Алроса, ну подрастает. Она сейчас подрастает. Вот. Поэтому, скорее всего, будет закрыт. Ну, если тикнет сюда немножечко, то еще на месяц. И вообще все будет шикарно. Что будет? Осталось ждать-то немножко совсем. 21-го. Через пять дней он, скорее всего, закроется по автоколу. Потому что все выше. Что будем делать дальше? А дальше мы будем делать следующее. Новый структурный продукт, я думаю. И посмотрите. 23% купон. Автокол на корзину Газпром. ГМК Норникель, Лукойл и Яндекс. Вот ста тысяч рублей. Шикарно. Но я думаю, что этот автокол закроется сразу уже через месяц. Буквально. Потому что я не вижу никаких проблем с этими компаниями. То есть я думаю, что они все вырастут буквально через месяц. Но если не вырастут, то можно считать, что это здоровски. Вот. Это автокол, понимаете? Здесь 17% за год. До 17% за год. Быстрый купон. Ну, здесь мне не нравится, потому что 90 дней, один период наблюдения, мне не нравится. Вклад в недвижимость 15% за год мне не нравится. 17% за год мне не нравится. Честно говоря. 19% ежемесячный потенциал. Самое то. 19% за год. Алроса, Мосбиржи, НЛМК, Сберпреф. Это то самое, что у меня сейчас прямо и есть. А вот то же самое. Так, 11, 14. Не-не-не-не, не хочу. Так, 9, 16. 9%. Так, 16. 20% в нефтегазовый сектор. Все хорошо. Автокол, пожалуйста. Лукоил, Новотек, Газпромнефть. Сургут, Сургут, Нефтегаз. Все компании хорошие, 20% за год. Почему нет? Так, нефтегазовый сектор. Ритейл, 20%. Пожалуйста. Ежемесячный потенциал номер 2. Автокол на корзину. Магнит, Мосбиржи, НЛМК, Сберпрефы. Ну, то же самое, что у меня, только магнит вместо Алросы. Все. Друзья мои, полно инструментов, которые приносят 20% годовых, не 15%. И, ну, по крайней мере, часть денег, я считаю, что очень хороший, как бы, инструмент. И я думаю, что я, ну, продолжу вкладывать, в том числе и в это. Не все свои деньги, но частично, да, вот, я эти закроются. Я все, что останется, переложу в эти инструменты и расскажу вам, как это сделать. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Продолжение следует.